23 июня в патрульную службу позвонили сотрудники ГИБДД и сообщили подробности аварии, о которой мы рассказывали в предыдущем выпуске. По данным ГИБДД, по вине нетрезвого водителя, повреждения получили три автомобиля. Водителю одной автомашины потребовалась медицинская помощь. По данным ГАИ, водитель Шкоды с 2006 года шесть раз попадался за управление машиной в нетрезвом виде. Пять раз от прохождения медосвидетельствования отказывался, что равносильно пьяной езде. На этот раз прибор показал наличие в организме мужчины трех промиллей алкоголя. 23 июня стало известно, что в региональном следственном комитете предъявлено обвинение 59-летнему жителю Твери Алексею Касьяненкову, известному в криминальных кругах по кличке Касьян. Как мы уже сообщали, 20 июня суд избрал в отношении Касьяненкова меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении теперь уже обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По данным следствия, в сентябре 2019 года Касьяненков был назначен смотрящим за Тверской областью. В его обязанности, по мнению следствия, входили организации распределения и контроль фонда взаимопомощи в среде преступного сообщества. Осуществление на территории Тверской области судейских функций при разрешении конфликтных ситуаций среди представителей уголовно-преступной среды. В городе Кимры предъявлено обвинение 55-летнему мужчине. 19 июня, распивая спиртное со своей сожительницей, он избил женщину, а затем ударил ее по голове деревянным стулом. От полученных травм женщина скончалась. В следственном отделе по городу Кимры регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.